В то утро Людмила Шугаева по привычке смотрела местное время. Едва по телевизору замелькали первые кадры материала. Об уникальной находке ангарского архива женщина сразу поняла, что речь пойдет и о ее родственнике. Документы, письма, награды Максима Ларина в архивный отдел передала ее мама. Дома осталась лишь малая часть фотографий и еще одно письмо с фронта. Максим Тимофеевич писал своей супруге Дарье Федоровне. Он был ранен 19 февраля 1945, а письмо он пишет от 20 февраля 1945. Привет из Германии. Здравствуй, Золотко, своей жене. Под гремучие разрывы тяжелых снарядов. Шум моторов в воздухе и на земле, в густом лесу пригревшись против солнечного луча, решили с Антоном Степановичем написать по письму. Мы второй день стоим в лесу. Идут сильные бои за город Даник. В этих боях Максим Ларин будет ранен в ногу и скончается от ран в марте 45-го. Его супруге придет похоронка. В своем письме жене он так и не обмолвится о том, что был ранен. Дарья Федоровна – роная сестра бабушки Людмилы Шугаевой. Женщина вспоминает, что Ларины были красивой парой – русский офицер и белошвейка. Однако счастье их было недолгим. В январе 41-го от пневмонии умрет их сын Геннадий. В семье его называли Гегочкой. А Дарья Федоровна ни разу не побывает на могиле у своего супруга. Ведь его похоронят в Германии. Она ждала его, конечно. Ждала до самых последних дней. Ну вот последние дни ее были у нас, в нашей семье, у мамы. Бабушка дохаживала за ней. И, значит, ну и документы все остались у нас. Она так и не вышла замуж в Польше? Да нет, конечно. В архиве хранятся документы еще двоих воинов. Пока не нашлись близкие Василия Герасимовича Одинева. Зато на связь вышли родственники Николая Петровича Ручейна. Но потом от интервью, видимо, решили отказаться. Мы надеемся, что они передумают и поведают ангарчанам о боевом прошлом храброго ефрейтора. Телефон для связи вы сейчас видите на своих экранах. Елена Мильвитт, Владимир Сильванов, Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова